МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА «Премень безопасности, да, и получается аварийный выход заблокирован. То есть изнутри его пассажирам открыть не надо? Да, пассажирам его открыть не представляется возможным. Скрип, стоп? Нет, не открыт. Не открыт. Идёт со скрипом там, где должно работать, как часы. Рейд по выявлению неисправных транспортных средств, перевозящих пассажиров, состоялся в Сестрорецке. К сожалению, не все водители маршрутных такси должным образом следят за состоянием своих железных коней. Зачастую лишь нещадно эксплуатируя и без того далеко не новую машину. Не говоря уже о дешёвом выходе из положения, не отвечающем стандартам безопасности. «Там стойка нету, командир. Вот как машину получил, так было. Надо убрать его хотя бы, если открепится, на пассажиров полетит. Хорошо, сделаем. А тушить как, его же не оторвать? Да. Его же не оторвать. Ножиком отрежу, у меня же ножик есть. А у пассажиров откуда ножик? Нет, у меня, говорю. У вас ножик есть. Оголённые провода, отваливающиеся сиденья, отсутствие аптечки, огнетушители, которыми не воспользоваться без подручных средств и лысая резина – вот с чем приходится мириться пассажирам на свой страх и риск, садясь в общественный транспорт. Так, в одном из микроавтобусов, следующих по маршруту 302, был выявлен целый ряд серьёзных нарушений. Повели осмотр транспортного средства, при осмотре было установлено, что у водителя не установлено в режиме установленные огнетушители, также не закреплено одно пассажирское сиденье и отсутствует аптечка. Вот за что был составлен административный протокол. Также на данное транспортное средство был составлен административный протокол за то, что у него на задней оси установлены шины несоответствующего образца. Дальнейшая эксплуатация этому транспортному средству запрещена. Он сейчас поедет в парк, людей приводить в таком состоянии ему нельзя. «Сегодня, может, я доработаю, вот вечером поеду, колёса сделаю. После у меня дорого, вот, приеду, поставлю». Профилактическое мероприятие «Автобус» направлено на то, чтобы минимизировать риски пассажиров получить травму во время пользования общественным транспортом и исключить возможность ДТП по причине технической неисправности машины. В целом, ситуация по курортному району довольно хорошая, благодаря постоянному контролю дорожной полиции. Тем не менее, жалобы от жителей курортного района поступают не только на техническое состояние транспортных средств, но и на несоблюдение санитарных норм. В том же автобусе, следующем по маршруту 211, пассажиры не раз сталкивались с грязью и пылью. «Автобус у вас убирает вообще?» «Да, по графику через один день». «Это, ну, почему так? Не знаете? Противокоронавирусная обработка проводит, да?» «Проводит кондуктор каждый раз». «А почему? Смотрите, вот так. Я не знаю, где этого взяли. Ну, пойдёмте». «В последнее время жители Стресска жалуются на то, что автобусы просто перестали мыть. Ну, должна вообще-то проводиться антикоронавирусная уборка каждый день. Ну вот, смотрите, показываю. Вот такая грязь во всем автобусе». Складывается впечатление, что в данном случае 211 маршрут в части уборки салона просто перестали обслуживать. Такую ситуацию мы зафиксировали не в одном автобусе. Регулярные рейды, совершаемые по общественному транспорту, призваны искоренить подобные проблемы в будущем. «А что вы проверяете? А кто вы проверяем? Один, они все».